Уважаемый сопредседатель, мы считаем, что для эффективного равноправного участия коренных народов в работе Совета права человека необходимо обеспечить четкий порядок, отражение принципа самоопределения, самоидентификации. Рекомендуем, чтобы так же как НПО, имеющий статус прикосос, и право коренных народов на такое же участие было соблюдено в ходе сети Совета, а именно право представлять письменные документы и устно выступать, участвовать в дебатах, интерактивных диалогах, тематических дискуссиях, неофициальных встреч, организовать параллельные мероприятия, как это разрешается НПО, аккредитованных прикосос. И отражено в докладе Генерального секретаря «Пути и средства поощрения участия в ООН представителей коренных народов по вопросам, затрагивающим их». Впервые на 57-й сессии Совета права человека представители коренных народов смогли зарегистрироваться именно как коренные народы. Это, безусловно, одно из больших достижений, является результатом нашей совместной работы. Мы хотим порекомендовать продолжать работать и развивать новые подходы в работе, новый порядок, который еще больше обеспечит разноценное полное эффективное участие коренных народов. И основываясь на этом, мы хотели бы предложить для включения, не ограничиваясь, конечно, этим, следующее, продолжать и увеличивать соорганизацию, совведение совещаний с участием представителей коренных народов. Во-вторых, продолжение поддержки аккредитации через выдачу пропусков коренных народов. И, в-третьих, расстановка приоритетов в отношении повестки по коренных народам, вопросам, которые затрагивают. Мы рекомендуем продолжать расширять эти элементы. Они уже доказали себя, и понятно стало, что независимый механизм необходим для обеспечения эффективного и равного участия коренных народов в СПЧ, отражая принцип самоопределения, самоэтификации. Спасибо.